Управляющая одним из самарских отелей Наталья Малькова рассказывает, восстановиться в постпандемийный период помогла государственная поддержка и курсное развитие внутреннего туризма. Популярность региона среди тех, кто выбрал отдых в России, растет, и отельный бизнес выбрался из кризиса. Встреча с коллегами и представителями городских властей, по мнению Натальи, прекрасная возможность обменяться опытом и обсудить текущие проблемы. Это взаимодействие позволит расширить не только знакомство, но и именно общее дело, когда мы можем быть интересны друг другу, будем так говорить. Все мероприятия, которые проводятся на этом уровне, они всегда, во-первых, высокого класса, а затем это очень деловая аудитория, встречи, и, как правило, они приносят прекрасный результат. Диалог бизнеса и власти в основе развития экономики, убежден руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли городской администрации Владислав Зотов. Это необходимая часть для того, чтобы получать обратную связь и взаимодействовать как раз с бизнес-сообществом, быть полезными прежде всего им. Бизнес-завтраки у нас проводятся, как правило, ежеквартально, но в день предпринимательства – это традиционный бизнес-завтрак, который еще сопряжен, безусловно, с поздравлением. Лучших предпринимателей наградили благодарственными письмами за вклад в развитие отрасли и активную жизненную позицию. А в завершение всех ждал мастер-класс по конфликтологии. При поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова 63-й регион стал центром высоких технологий и привлекательности для инвесторов. По приросту численности субъектов малого и среднего предпринимательства Самарская область занимает первое место в ПФО. При поддержке Дмитрия Азарова Самарская область вошла в пятерку регионов-лидеров по инновационной активности и технологическому суверенитету. Галина Топилина, Игорь Казановский, События.